Дисквалификация Куда в более сложное положение попал второй участник финала – бронзовый призер чемпионата клуб Симбирска-Оберхов. К травме голкипер Дениса Андреева добавилась и дисквалификация защитника Кирилла Аникина. В итоге из глубокого запаса пришлось вызывать даже Никита Кузовова, который в чемпионате сыграл всего один матч. Однако именно горожане начали матч с места в карьер. Одна атака за другую обрушились на вороты Мубирейта. На счастье фаворита лишь раз отключились игроки Симбирска. Это Андрей Манышев уже на четвертой минуте открыл счет. Я думаю, волнений не было. Просто к залу еще не привыкли. Вышли сумбур небольшой. Пропустили, чуть успокоились и начали играть в свою игру. Я думаю, начало все получаться. Больше владели мячом. Впрочем, не всем горожанам удалось избежать ошибок в этом кубковом финале. Голкипер Николай Дементьев в этот день сыграл куда ниже своих возможностей. Несколько его грубых ошибок привели к тому, что соперник выдал серию из четырех голов подряд. Друг за другом в течение 10 минут отличились дважды Виктор Злыдарев и по разу Ливенин Кривошеев с Юрием Абдулхаковым, вол которого украсил бы любой хит-парад. Сыграв стенку с Михаилом Кошириным, форвард Касани пробил в дальнюю девятку. В концовке тайма команда менялись голами. И таким образом уверены 5-2 в пользу Мбирейта большого перерыва. Нашей команде хватило реализации момента. При счете 4-2 забей мяч, под углом бы игра совсем сложилась. Реализовывать надо моменты, конечно, свои. Вторую половину горожане начали даже лучше, чем первую. Не прошло и пяти минут, как Станислав Лапшин перещеголял Абдулхакова в голевой красоте. Подхватив мяч на своей половине, он прошел практически всю площадку и неотразимо пробил в дальний верхний угол. Этот почин поддержал Евгений Садюхин, забир со штрафного. Так преимущество Мбирейта съежилось до одного гола. Однако случилась 10-минутная голевая засуха и, как следствие, тайм-аут лидерского штаба Сингирска. Мы отдали мяч, ребята. Поэтому первый тайм-аут у нас мяч, начало, держался. Сейчас мы отдали мяч и бегаем за ним. Лучше бы этого тайм-аута не было, сетовали после финального свистка игроки Сингирска. Потому что пауза точно не пошла на пользу голкиперу Николаю Дементьеву. Друг за другом он пропустил два гола. Сначала с точным дальним выстрелом Виктор Злыбрев оформил личный дубль. А затем с помощью рикошета забил и лучший бомбардир чемпионата Вячеслав Прибылов. 7-4 в пользу Мбирейта за 5 минут до конца второй половины. Овертайм даже не рассматривался. Я считаю, что мы сдержали свое обещание. Бой дали. Игра была тяжелая. Мы на игру настроились, бились. К сожалению, не удалось реализовать все свои моменты. Очень много моментов было при счете. 1-0 могли забивать. В втором тайме могли забивать. Немножко нас подкосило первые два пропущенные мяча. Считаю, что вратарь у нас немножко ошибся. Но потом собрался, выручал. Напоследок Никита Елисеев один гол для Симбирска отыграл. Однако на общую победу Мбирейта со счетом 7-5 это не сказалось. Финальный свисток не утонул в радостных воплях триумфаторов. Ликований просто не было. Андрей Злыбрев и его команда сделало то, что от нее ждали все. И болельщики, и специалисты, и поклонники, и не очень. Сегодня вообще такой пинг-понг был, если честно. 7-5. Давно таких счетов как бы не было. Упорная борьба. Поэтому, я думаю, зрителям понравился финал. Лично церемонии награждения игроки Мбирейта дали волю эмоциям. Что, собственно, и заслужили в полной мере. Ведь золотой успех в чемпионате они подкрепили победы в Кубке города. На этом мини-футбольный сезон в Ульяновске ушел в историю.